Добрый вечер. Вести Кабартина Балкария продолжает свою работу в студии Матина Урусова. Я Снора Таев. В начале выпуска коротко о главных темах. Кабартина Балкария. В специализированных магазинах проверки торговых точек проводятся ежедневно. Необходимо активизировать кредитование предприятий реального сектора, деятельность на рынке розничных услуг, снижать процентные ставки по кредитам, работать на повышение уровня капитализации. Так считают члены Банковского совета, которые собрались сегодня на последнее в этом году заседание. Подробно остановились на итогах деятельности гарантийного фонда Кабардино-Балкарии. О результатах работы знает Наталья Булат. Этот год для гарантийного фонда завершается весьма успешно. Предварил выступление министра Минэкономразвития первый вице-спикер республиканского правительства Адип Абрегов. Свою работу в Кабардино-Балкарии фонд начал в мае 2009-го. Его основная цель – предоставление поручительства при кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, если у последних отсутствуют достаточные залоговые средства. Мы смогли наладить механизм предоставления поручительств, организовать работу комиссии и, как следствие, от нашей работы получить эффективный результат. Так, в 2010 году было принято решение о предоставлении 10 поручительств, а в текущем, в 2011 году, 62 выдано кредитом на сумму 327 миллионов рублей, что позволило привлечь еще 550 миллионов рублей кредитных средств. Дабы не тормозить работу бизнесменов, обратившихся за поручительством, заявление Минэкономики рассматривает в максимально сжатые сроки, продолжил руководитель ведомства. Решение на руки выдается в течение трех суток, подчеркнула Лейму Суков. Максимальный объем поручительства сегодня – 70% от общего объема по кредиту. Остальные предприниматель должен внести самостоятельно. Фонд может предоставить до 10% от общего актива, но не более 30 миллионов рублей. Средства в основном пополняются за счет федерального и республиканского бюджетов. Буквально на днях мы перечислили очередной транш в размере 60 миллионов рублей, который мы получили на конкурсе в Министерстве экономического развития Российской Федерации. И на сегодняшний день составляет 352 миллиона рублей, что нам позволяет привлечь кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме более 1,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день фонд выдал банкам 74 поручительства. Именно столько предпринимателей смогли начать новое дело или расширить производство. А это новые рабочие места, налоги в бюджет и, как следствие, рост экономики в целом. Наталья Булата, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. Памятную и одновременно с этим трагическую дату сегодня отмечают в России и Кабардино-Балкарии. 32 года назад, 27 декабря, ограниченный контингент советских войск был введен в республику Афганистан. Десятилетняя война не обошла стороной республику. Почти 2000 уроженцев Кабардино-Балкарии отправились выполнять свой долг в Панджерское ущелье и Баграм. Ветераны Афганистана, общественники и вдовы погибших у памятника воинам-интернационалистам в Нальчике сегодня собрались почтить память не вернувшихся домой с той войны. Минута молчания и розы в знак скорби и благодарности за подвиг солдат 80-х. 55 у нас погибших, более 300, к сожалению, ушедших после войны. Всего у нас 1860 человек, ребята срочной службы прошли Афганистан с нашей республики. Не дать переписать историю и не позволять оклеветать воинов-интернационалистов. С таким призывом на митинги обратился председатель городского совета ветеранов Мустафа Абдулаев. Это не было оккупацией, как сейчас пытаются интерпретировать события тех лет западные политологи. Это была реальная помощь дружественному народу, нацеленная на предупреждение возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств. И забывать об этом нельзя, поддержали слова Абдулаева собравшиеся. Другим темам. Как соблюдают трудовое законодательство, руководители средних и малых предприятий сегодня решили выяснить члены общественной палаты Кабардино-Балкарии. К заседанию комиссии по трудовым отношениям присоединился и главный госинспектор по труду республики. Он рассказал, что зарабатывать деньги предприниматели научились. Соблюдать нормы закона в налоговой сфере тоже, а вот отвечать перед своими сотрудниками по социальным обязательствам не очень. Речь уточнил Маримкулов о малых частных предприятиях. Декларируя заведомо заниженную заработную плату, нечистые на руку работодатели пытаются уменьшить сумму налогов. Больничные листы, их оплата, страховые взносы во внебюджетные фонды при таком раскладе и вовсе отрицаются. Цифры только за этот год. Мониторинг показал. Из 87 проверок в 83 выявили нарушения. Выявлено 297 различных нарушений, выдано 83 предписания. Посмотрите, 87 проверено, 83 выявлено нарушения. 50 руководителей, должностных лиц, 22 организации, 7 индивидуальных предпринимателей оштрафованы. И в отношении 6 руководителей материалы переданы нами в Следственный комитет. Из самых частых нарушений – теневая зарплата, задержка ее выплаты, ненадлежащее оформление трудовых договоров. Маримкулов отметит, сейчас во избежание уплаты налогов работодатель заключает с работником так называемый договор возмездного оказания услуг по принципу «сделал работу, получил деньги». При этом, призывает к бдительности главный республиканский инспектор по труду, работник не получает никаких социальных и пенсионных гарантий. Сегодня первая леди Кабардино-Балкарии устроила настоящий праздник воспитанникам республиканского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями. А затем с такой же миссией отправилась в дом для престарелых. Благотворительные новогодние акции под патронатом Фатимы Коноковой уже стали традицией. О том, какие сюрпризы и подарки ждали подопечных интернатов на этот раз, расскажет наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Дракоша, Красная Шапочка, Пчелка Майя и неизменный персонаж всех сказок Баба-Яга сегодня поздравляли воспитанников республиканского дома-интерната для омственно отсталых детей. Настоящий новогодний праздник, такой же, как и у других, более благополучных сверстников, для этой ребятни устроила первая леди республики Фатима Конокова. Гостей здесь ждали с нетерпением и приехала супруга главы Кабардино-Балкарии, конечно же, не с пустыми руками. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Этот Новый год, это всегда надежды, всегда мечты, чтобы все ваши мечты сбылись, ну хотя бы какая-то часть из них. Я поздравляю весь персонал работников с наступающим Новым годом. Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваш, на самом деле, тяжелый труд, за ваше внимание. Пусть вас не оставляют силы, надежды, чтобы все в вашей жизни, в жизни ваших близких, родных было просто замечательно. Вместе с Фатимой Коноковой поздравить персонал интерната пришел министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев. Ну а веселое представление со сказочными персонажами, песнями и танцами подготовила Минкультура Республики. Деда Мороза по просьбе Снегурочки звали все вместе. А затем высокие гости и вовсе присоединились к хороводу. Когда объявили национальный танец, супруга президента первой вышла в импровизированный круг. Был и танец утят, и песни. В очередной раз восхитил зажигательным танцем уже известный всем Тамерлан Калмыков. А под елкой, в своей очереди, ждали коробки с подарками, сладостями, необходимыми для обихода предметами. 68 обитателям центра нынешний новогодний праздник запомнится надолго. Это не первый праздник для воспитанников в интернатах детей-сурот и детей-инвалидов, организованных супругой президента республики. И, как правило, с такого мероприятия ни один ребенок не уходит без персонального подарка от Фатимы Коноковой. И акции эти не являются одноразовыми. Детские дома, интернаты и другие социальные учреждения находятся под ее постоянным патронатом. Разноцветными огнями по инициативе Фатимы Коноковой сегодня засверкала еще одна елка. В Нальчикском доме-интернаты для престарелых и инвалидов. Эти люди тоже лечены семейного очага и тоже нуждаются в моральной поддержке. Очень хочется пожелать на самом деле всего самого наилучшего, самого хорошего. Что может быть? Это крепкое здоровье. И хочу пожелать вам теплых дней, хорошего настроения. И теплые дни имеется в виду даже в стужу, чтобы в душе было тепло и светло. Как только зазвучала музыка, убеленные сединами старики показали, что не сдаются они не с годом жизни. Великолепную концертную программу привезли для жильцов дома, а их сегодня 185, ведущие исполнители республики. Али Ташло, Ирина Ракитина, Алим Тепеев, ансамбль Кабардинка. И здесь, разумеется, тоже не обошлось без подарков. Благотворительный марафон под патронатом первой леди продолжается. 3 января уже Нового года в ГКЗ Нальчика состоятся новогодние представления. Сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик» и по мотивам произведения Александра Пушкина «Метель». И это уже традиция. Сафар Гриф, Анатолий Дереко. Вести Кабардина-Балкария. Обеспечивать безопасность новогодних праздников будут более 2000 сотрудников полиции. Об этом сегодня на брифинге для журналистов заявил начальник отдела охраны общественного порядка МВД Республики Юрий Джапуев. В помощь также привлекут военнослужащих внутренних войск, сотрудников частных охранных предприятий и представителей казачества. В период новогодних каникул запланировано свыше 500 праздничных мероприятий. Большинство из них пройдут в Нальчике. На главную елку в столичном ДК профсоюзов приглашены около 10 тысяч детей. В ночь на 1 января на площади Абхазии готовят грандиозный салют. К слову о пиротехнике. На правилах ее использования сегодня остановились более подробно. В настоящий момент в республике проводят рейды по несанкционированной продаже пиротехнических средств. Только за последние несколько дней закрыты 23 торговые точки. Товары изъяты на сумму 50 тысяч рублей. В одном из таких рейдов приняла участие и съемочная группа нашей программы. Проверку проводили силами управления МВД, отдела по делам несовершеннолетних, МЧС и город администрации Нальчика. Кстати, запрет на продажу пиротехники детям до 16 лет, а также на ее реализацию в жилых зданиях, ларьках, киосках и на территории рынков теперь носит официальный характер. Соответствующее постановление приняла администрация Нальчика. Так для кого же закон не писан, знает Осман Казаков. Новый год всегда ассоциируется с подарками, мандаринами, елкой и, конечно же, красочными фейерверками. Последние, кстати, и могут испортить весь праздник. Пиротехнические изделия на прилавках магазинов появляются уже в начале декабря. Однако нередко товар этот не сертифицирован или реализуется без соблюдения технических правил безопасности. Поэтому сейчас силами управления МВД, отдела по делам несовершеннолетних, МЧС и город администрации Нальчика рейды проводятся ежедневно. Работа в целом проходит по данному направлению плодотворно и будет продолжена за весь период празднования Нового года. На особый контроль взята та ситуация, когда непосредственно реализация пиротехнических изделий происходит лицам недостигших 16-летнего возраста. В одном из торговых комплексов почти всю пиротехническую продукцию вынесли еще до приезда участников рейда. Каким образом просочилась информация о предстоящей проверке, неизвестно. Но один из ящиков спрятать все же не успели. Хозяина, естественно, найти не удалось. Еще в одной торговой точке в этом же комплексе были нарушены правила как хранения, так и реализации продукции. Отсутствовала противопожарная сигнализация. К тому же один из продавцов оказался несовершеннолетним. В итоге пиротехнические изделия конфискованы на сумму более 100 тысяч рублей. Теперь владельцы ожидает административная ответственность. Правда, сумма штрафа от полутора до двух тысяч рублей вряд ли сопоставлена с учебом, в котором может нести контрафактная продукция. Был случай, запустили, например, петарду, типа ракеты. Она влетела кому-то в окно, там пожар случился. Был случай, даже вот там села привезли мальчика, глаз выбило ему. У меня самого, например, было два пациента, мальчики долго лечились, а потом у них инвалидность была. Чтобы праздник не закончился трагедией, нужно всего лишь проявить осторожность, приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, требовать сертификаты и проверять наличие инструкции по применению. Если товар сертифицирован, она в обязательном порядке должна быть на русском языке. Ну и разумеется, дети запускать петарды и фейерверки могут только под пристальным контролем взрослых. На этом информационная служба завершает свою работу, а посмотреть выпуск еще раз можно на сайте вести.кбр.ру Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы с вами прощаемся. До встречи. Здравствуйте. В предстоящие сутки на территории республики станет немного теплее. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе воздух прогреется до 8 градусов. Ясно. В горах снег. У подножия Эльбруса 2 градуса ниже нуля. В Тарновзе также небольшой снег с дождем около 2 тепла. В Баксане, Чигеме и Нардкале переменная облачность. Воздух прогреется до 9-10 градусов. В Прохладненском и Майском районах малооблачно. И здесь плюс 9. В Сердском и Лискинском районах также без осадков. Термометры покажут 9-10 выше нуля. В Чердском районе возможен мокрый снег 8 градусов. В Нальчике переменная облачность. Небольшой снег с дождем и плюс 9. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»!